привет друзья очередной этап строительства нашего дома подошел концу это строительство кровли возводили мне пять недель ровно сделали в принципе хорошо в целом я доволен огромное значение здесь имеет бригада с бригадой можно сказать не повезло особых нареканий нет все что нужно они закупили вместе со мной изначально и в конце какие-то остатки оставались что-то нужно было сдавать что-то закупать это было по мелочи накладок с расчетом материалов нет а рассчитывать там есть что допустим одного леса ушло 15 кубов ошибись на пол куба плюс или минус это будет либо переплата денег либо повторный заказ машины повторная закупка что доставляет расходы и неудобства нарисовали мне за денежку план крыши но там не было некоторых моментов которые мы уже придумали по ходу первое это поддержка углов сделано таким образом балки потолка второго этажа сделали мы одинарные 2 из 200 на 50 доски но так как у нас конек опирается одной стойкой несущей стену а другой стойкой на эти балки нужно их укреплять и скорее всего здесь пускать двойные балки штробить чтобы не было со временем провисом маурлат из бруса 150 на 100 с гидроизоляцией здесь будет пропинено под ним никаких уголков здесь не применяется при креплении стропил просто два гвоздя по диагонали и будет крепкое соединение из крепежных элементов используется в основном вот такие вот скобы 80 на 300 миллиметров никаких уголков нет потом должны были возводиться вот здесь вот такие диагональные ноги перпендикуляр к стропилам которые пролеты большие должны поддерживать но так как вот здесь у нас перемычка нагружать ее лишний раз не будем поэтому пустим здесь брус до окончания перемычки и отсюда уже диагональные ноги пойдут сюда может я конечно неправильно называю элементы потому что я в крыше совсем не специалист но пытаюсь показывать пальцами чтобы было понятно так Расчетная площадь кровли В принципе совпало с фактической Закупили мы 270 квадратов А по расчету должно быть 250 И вот эти 20 квадратов Ушли как раз на обрезки Потому что вальмовая кровля Имеет свойство оставлять за собой Множество обрезков Из пиломатериалов использовалась Преимущественно доска 50 на 150 и 50 на 200 Ну и естественно дюймовка Которая пошла на обрешетку Также сейчас можете видеть за мной Горизонтальные желобы водосточной системы Вертикальных пока мы не сделали Потому что подразумевается Что дом будет обшит хаубергом И водосточка пойдет поверх хауберга И сделаем мы ее до конца Уже в следующем сезоне То же самое касается и подшива софитов Сейчас делать это не целесообразно Сделано будет это после фасада Вот так выглядит водосточка Достаточно крепкая Крепится она вот такими креплениями К доске Сорвать ее зимой не должно С весой кровли 50 сантиметров Утепление кровли будет сделано В следующем сезоне В котором предстоит сделать электричество Влажные работы по оштукатуриванию А также теплые полы И оборудование котельной Немножко мы изменили проект Крыльца, а также веранды Там подразумевалась односкатная кровля Однако не очень наверное будет красиво Когда кровля будет на основном здании Вальмовой А примыкания к ней будут односкатные К тому же у односкатной кровли Нужно будет торцы подшивать У Вальмы этого делать не надо То есть подшивать придется только сам потолок На месте сделали еще одно изменение к проекту Изменили угол наклона крыши Сделали его побольше Чтобы шапочка самой крыши Была как бы повыше Это сделали для того Чтобы снег быстрее уходил с кровли И не задерживался Трубу на крыше утеплили Обрешитили металлокаркасом Также обшили ее под кровлю И сверху сделали колпак Колпак делают на заказ Его стоимость там порядка 8 тысяч рублей По размеру конкретной трубы На крыше также поставили снегозадержатели В небольшом количестве Насколько они нужны неизвестно Рабочие говорят можно их и не ставить Ну расходы небольшие Решили купить и поставить Если бы вернуть время назад Что бы сейчас я изменил Ну прежде всего вы посмотрите Вот это расстояние от кровли До окна Оно достаточно небольшое И есть опасения Что шапка снега Будет доставать до окна При проектировании Этому не уделили должное внимание Поэтому всплываю это только сейчас Посмотрим как это будет на практике Расстояние здесь порядка 30 сантиметров От кровли до окошка Хватит этого или нет Для снежной шапки Я пока не знаю Здесь оставили лаз на крышу Который будет расширен И здесь будет лестница Поскольку на дворе конец сентября Нужно готовиться к зимнему периоду И дом консервировать Пришлось самостоятельно заделывать окна Вот такой вот гидроизоляции Которая осталась от подшива потолка Я еще немножко ее набью Прикрепил обычным степлером Какими-то досточками Чтобы туда во внутрь не попадал снег Ну как и обещал Финансовая сторона вопроса Который я озвучиваю в каждом ролике В данном случае Это кровля Обошлась она мне недешево Как кто-то написал в прошлом ролике 800 тысяч это что кровля золотая Нет это кровля не золотая К сожалению стоимость материала Сейчас очень здорово подросла И как она обычно бывает В смету я не уложился 800 тысяч эти тоже не уложился Стоимость кровли составила 920 тысяч рублей Это материалы и работа Так что друзья на сегодняшний день Стоимость дома считайте сами Это без стоимости участка 600 тысяч фундамент 1 миллион 100 стены И 920 тысяч кровля Вроде бы все идет по плану Но без ложки и дегтя Опять же не обошлось А таких ошибок Не убережен ни один застройщик Ну естественно Я куда можно было вляпаться Туда вляпался Это устройство дренажа Который я решил сделать вокруг дома Это труба по моему 110 диаметра Закопана на глубину 80 сантиметров В геотекстиле и в щебне Нашел на том же Авито Фирму которая это делает Точнее приехал парень Который представлялся какой-то фирмой Никаких реквизитов этой фирмы У него не оказалось Но по каким-то причинам В силу видимо загруженности Отвлечения на какие-то другие работы Я этому не придал значения Приходили они к обеду Вместо того чтобы приходить с утра Их пришлось контролировать Постоянно находиться на участке Заканчивали мы работу в 11 вечера Когда в 7-8 уже начинало темнеет Ходили с фонариками Уже начали ругаться Появлялись какие-то к ним претензии По организации работ Она была абсолютно никакая И совершил я главную ошибку Которую нельзя никому совершать Это отдавать деньги до окончания работы Так получилось что этому парню Нарубки перепало больше чем положено Я увидел ошибку Когда пришел домой Все рассчитал Звоню ему Говорю надо встретиться Ошибка в расчетах Но какое продолжение всего этого Вы уже наверное догадываетесь Он пообещал подъехать к месту встречи Но после этого телефон его не отвечал Его я больше не видел Так же как в принципе и своих денег Так что Сергей Морозов Если ты меня видишь и слышишь Я вынужден тебя отрекламировать И все те кто увидят этот ролик И встретятся с этим парнем Сделайте определенные выводы Закопали также мы два колодца И каждый из них состоит из двух колец По полтора метра Потом крышка И кольцо на один метр Вот такая вот у него глубина Он дренирующий Докопан прямо до песка Он должен быть соединен с первым колодцем Это как раз Сергей Морозов это не доделал Сбежав с моими деньгами Бетонирование этого колодца Фактически он не выполнил Просто высыпал туда мешок цемента Полил водичкой Вот такое вот полубетонирование Траншеи от дома до колодца Придется сейчас рыть не самому Вот здесь выход у меня Канализационные трубы Здесь у нас еще один колодец Но это уже для дренажной и водосточной системы Вот дренажная труба Как раз кусок оставшийся лежит Она заведена сюда Сюда же водосточная система Которая пойдет под отмосткой Тоже будет заведена Вот такая вот небольшая кучка гравия Пойдет под отмостку Стоит она порядка 20 тысяч рублей Цены конечно бешеные Подходит к концу эта серия Но стройка дома этого сезона Еще не закончена У нас впереди еще отмостка И водосточная система Подписывайтесь на канал Следите за обновлениями До скорых встреч Пока